И будем называть вещи своими динами. Это просто самая обычная питьевая вода. Вот здесь, ребят, посмотрите, для чего это нужно. Смазай, попрошу. Вот на этом щите видна разница в степени насыщенности. Вот та часть нижняя и цветочек, который нарисован специально, сначала водой покрыли. Потому что ворс поднять, что... Что? Цветочек по полу. Да. Это володя цветок. Вот. То есть просто сначала... Да, то есть насыщенная с водой. То есть водой покрыли, дали влаге выйти, вода полностью высохла и дальше тонируем. То есть половина комнаты покрыли с водой, половина без воды, чтобы покажать... Здесь ничего не откороблено. Просто опять, если вы хотите более насыщенный... Но на ощупь праздную поверхность. Здесь более гладкое, здесь более шероховатное. Масло, в отличие от лака, его нельзя лить слоем. То есть его нельзя класть слоем. То есть древесина сколько сможет забрать, сколько заберет. Нельзя оставлять лужу, оставшуюся на поверхности, она просто не высохнет. Просто не высохнет. Не берет с себя... Не берет с себя, да. И мы, я объясняю, что вы извините, но деревяшка больше не берет. Он говорит, что тебе сложно кисточку взять по маслу. Я вот по осмо делаю и плотные слои делаю, тонировки и разные. Вот осмо высыхает, да, осмо высыхает, потому что осмо это все-таки масло воск, а это именно грунтовочное масло, не содержащее воска. И тут немножечко разница. И осмо лаком не покрыть. И осмо лаком не покрыть, а этот продукт, да, специальная добавка. Леш, покажи, там, эта бутылочка Classic Plus. Но мы сейчас когда будем тонировать, еще дополнительно покажем. Синтекал лучше, чем оско. Да, мы, может быть, даже добавим. Покрывай, Володь. Значит, вот у нас было всегда опасение по поводу воды, что разводы будут, как отводного лака. И я сам первый щит здесь делал, и Володя потом на объекте делал. Можно в любых абсолютно направлениях. Можно развить? Можно. Не надо только сходить с ума, чтобы там... Да, то есть не надо бедро выливать. Да, это точно не надо. Уведите детей от телевизора. Вот, и не надо тоже, мало тоже не очень. Хорошо, не очень, да. Ну, если где-то ты не промажешь, у тебя ворс не доподнимется, вот, ну, вот уже закрасил. Где-то грамм 50, наверное, на этом. Я думаю, что где-то грамм 40-50, да, реально так и получается. Бывает доска с фаской, туда все утикает. А как потом будет рассыпаться паркет, когда влагу на счет подрывать? Я говорю, не надо сходить с ума. Да, не надо сходить с ума, и не забывайте о том, что полноценные 100 грамм на метр водного лака, они приблизительно такое же количество воды содержат, как вот мы сейчас наносим. То есть, как бы, мы не делаем что-то страшного. И не надо бояться, потому что... Раньше, когда барабан шлифовали, и когда паркет с Краснодарского края привозили, который был срезан на подножье, вот, который, скажем, заезжаешь, то есть 60-е, да, и горит, не шлифует, ну, мы так же водой мочили, шлифовали. Циклевали раньше и соляркой, чтобы циклевочный станок легко брал. Скажем, мы такие тонкостями не владеем, мы эту проблему решаем хорошими, качественными чешскими абразивами, которые у нас есть, и вот этот вот дубовый дуб, вот этот тёмный, на котором шкура горит. А вот возьмите заметку. Дубовый дуб, да, вот если вы... Для этого мы здесь собрались, и друг с другом... Для этого мы здесь собрались семинар, и мы проводим, мы с вами вместе семинар проводим. Да, еще такая проблема. Слушай, а давай пушку включим? Если покрываете носку с паской, вода вытекает туда, и при высыхании, дуб он красит, рисует, остаются такие, ну... Дубильные вещества выходят, да, рисунок такой. Этого не надо бояться, при нанесении тонировки этого вообще не видно. Даже на белом, даже на белом. Даже на белой тонировке это можно... Можно начать суетиться в первом пространстве, паску вода, потом не высыхает, вы понимаете, паску на каево... Помнишь, как там и теле лили? Ничего себе, все ротко стало. Много лили. Я вообще тазиком катал, вообще ягин, вообще там вода не не видно. Я как тазиком просто доставил, да, ясен, вся лодка стала. Нет, просто так не надо. Вариант один, либо он просто был пересушенный, спиртительно пересушенный, и он как... Ясен сам по себе гибель и скобич. Ну, естественно. Ясен вообще сам отвода делил просто так. Хитрость, она допустима. Некоторые косяки по шлифовке, если потом покрываете водой, поднимаете ворс, немножко с коробки. Периметр, когда делаем... Периметр эксцентриковая машинка, она обучается под батареями, где у вас может. Сделаем сетку из 50 эксцентриковая, все равно будет периметр мотовее, чем... Да, будет темнее. А покрытие водой оно сравнивает ворс. Ворс поднимается приблизительно одинаково. Единственное, что после того, как высыхает вода, если мы... Паркет у нас шершавый, такой становится, он бывает не очень сильно шершавый. Просто, если надо с ним обращаться, поаккуратнее. Не надо ходить там ногами по нему, потому что мы в этих местах проводим полосы. Протащить банку, например, вот так подъем к ногой, все, ты примял ворс, а потом у тебя тонировка в этом месте царапины осталась. Ну, надо чуть-чуть с тонировкой, как шлифовка у нас более тонкая получается, так и, в принципе, надо с ним более нежно относиться. Ходить по нему вот так, не так, чтобы... Я вообще иногда по тонировке, когда уже наматываю тряпки на ноги, лучше вот так, да. По приятней просто. Ходите, скажем так, правильно, как ходят в аркетике. Потому что заказчики иногда задают вопрос, почему вы нас не пускаете на шлифованный пол. Но вы же ходите, мы знаем, как ходите. Я говорю, обои клеят, я же к ним не лезу, а обои клеят, они же клеят, а почему не? Вы же ходят в аркетике. Есть возможность потом покрывать водные двухкомпонентные лаки. Но только двухкомпонентные лаки, потому что они обладают максимальной адгезией в любой поверхности. Но обязательно с использованием вот этой табарки. То есть если мы дальше работаем масляными системами, тогда нет необходимости добавлять только для ускорения высыхания можно добавить. Если это будет лаки, то однозначно надо это добавить. Да, это добавляется 10% объема. То есть у вас есть литровик, заливаете 100 грамм. То есть это выбор. 100 грамм, да. Что происходит, кстати, густеет или не густеет? Он не густеет, он даже в массе высыхает. Ну, как двухкомпонентный лак. Ну, как двухкомпонентный лак. Когда мы внесли просто алкинный лак, и потом на него пойдем водный, мы не знаем высох ли он или не высох. Наносим, а водный лак начинает отторгаться местами, где он в конце просто... Мы тоже не можем пока... А от добавления в пластик плюс высыхание происходит более надежно. И как мы проверяем, когда тонировка высыхла, когда можно дальше уже или лаком, или маслом наносить? Все очень просто. Приходишь там, допустим, на следующий день. Мы, на самом деле, для подстраховки всегда выдерживаем двое суток. То есть нанесли сегодня, следующее покрытие будет послезавтра. На объект пришел, взял чистой ладошкой, вот так вот просто потер, потонировал уже. Если осталось что-то, значит, надо подождать еще. Если ничего не осталось, все гарантированно можно дальше работать. Не будет размывать. Не будет размывать. Да, вполне. Вот стоит впад. Одну на впад на мотоцикле. Помним, да, что тарядки все сразу на улицу, куда-нибудь подальше от объекта. Сразу, даже когда вы работаете, делаете большой метраж, тряпки. В принципе, мусор, мешотки, ни в коем случае. Если там пошел санировка, здесь у тебя уже дым пошел. Значит, немцы нас научили наносить, как они научились, пателем, резиновым. Мы это дело начали, 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 но, честно говоря, очень тяжело. Особенно, если при тусастом, вот это все. И долго. Да, и долго. А мы, например, столкнулись с белым мылом, нанесением, которое по технологии наливается вот сюда и наносится тем самым, потом швабрами располировывается. И мы решили попробовать тонировку таким же способом. Получилось, в принципе, очень великолепно. Быстро. Меньше изгодни, меньше вот этих вот движений. Да, во-первых, она начинает высыхать, начинает тонировка. Естественно, его разводы сложнее убрать. Это стандартное средство, которое есть в любой банке. То есть мы берем просто обычную банку, открываем ее, да? Вот это? Да. Тонированное масло, 34 цвета. Все цвета здесь есть в наличии. Даже оранжевый, синий и красный. Да, красный продали здесь в субанах, синий и желтый. Нет, наверное, оранжевый продали. Может, там ведь надо окупить, пожалуйста, а? Нет, не видим пока перспектив для продажи. Надо попробовать решать за свет сцену. В принципе, смотрите, обратите внимание, сколько выливает он. Приблизительно половину высоты пада. И для чего делается? То есть как бы подливать сбоку плохо, а она потом брызнет. А здесь по спирали оно равномерно разносится и не брызгает. Вот уже даже сейчас наверно видно, как на непокрытом водой светлее, а здесь не уходит. Наверное, на него. Ну да, я сегодня на всё находит. Пусть к ноге не включает. Давай. Возьмите. 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 Возьмите, да? Сейчас его на можно, пожалуйста. Супать можно, а тут можно. И вот кто, который считает, что Бергер прибыль относительно другим, это... Вот видите, у него вроде есть уже, да, СНК, да? Прикладив. То есть очень долго вот этот вот в мокром виде его можно держать. Буквально так вот стаскивается по часу. Правда, да? Да, можно понимать. То есть ты можешь вот так остановиться, уйти и как-то, и потом вернуться, начать дальше делать, и это уже ребенок не будет. На всякий случай, отойдите, мало ли где-то что-то брызнет. Да. Но вот брызги, они все на стенах бедны, пока их, по-моему, нет. Да их и не будет. Ну ты до конца, наверное, не соводишься. Даже не надо здесь и постоять, да? Ты поступай сюда. Да, 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 да. Вот здесь мне так не похоже. По-моему, как не похоже на грёсток до осмыса. Казая пахнела, блин. Нет, 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 нет. Короче, вообще не соводишь. Я режу. День тула. Здесь. Сейчас мы в качестве шлифовки, ребят, мы проверим, когда уже полностью все снимется. Шпатлёвка? Что так просилось? Масло не выедает. Не ставили, нет, нет, масло не выедает. Не ставили задачу качественного шпатлевателя, ставили задачу показать, как она в работе. Естественно, как вот я говорил, когда щели большие, естественно, приходится и два, а то и три раза. Чернеете шпатлёвка, да? А? А? Любая шпатлёвка, конечно же, насыщается больше, потому что у неё мелко-полистая структура, конечно же, она выделяется. Значит, на тёмной тренировке можно сделать прямо всю комнату забавахать. Можно оставить вот так вот пад на белой. Лучше делать чуть-чуть поменьше куски и чуть-чуть поторапливаться. А цвет выбранный случайный, это самый беспроблемный цвет, да? Нет, это один из самых популярных цветов, как бы просто делаем обычно на Венге, а сейчас вот взяли этот цвет называется пернамбук. Периметр мы делаем не до того, как... А после... Ходим прямо по этой самой... Можно это делать с этим кружочком внутри пада, который мы вынули, можно делать так. Немцы показывали, что они так делают. Ну и делаем зарядку. Леонид, если обои уже поклеены, как вы выходите из этой ситуации? Скотча по кругу поклеил. Два в три этажа. То есть ширины скотча хватает или выше? Значит, обычно стандартный 60-70 плинтус перекрывает все наши художества по стенам, которые мы делаем. Но это дороже для заказчика стоит, работа по чистовой отделке? Или вам все равно? То есть, ребята, серьезная, набитая рука? Когда как, в большинстве случаев цена на тренировку не меняется, потому что тут как раз-таки подготовка, именно подготовка самого себя, подготовка оборудования, подготовка помещения, она занимает времени на самом деле намного больше, чем сама работа. Правильно, Володя? Да. 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 Да.